Утро! Сегодня началось бемп. Свет выключили. Там какой-то бомж лежит. Где мой батон провансальный? Надеюсь, вам интересно смотреть, что я сейчас показываю. Всем привет, ребята! Вы попали на мой YouTube-канал. Меня зовут Катя, и сегодня я снимаю мой новый влог. Этот влог, наверное, будет называться «Сборы в лагерь», потому что завтра я уезжаю в лагерь. Влоги ждите с лагеря, а они обязательно будут. Я еще даже не собирала чемодан, еду не покупала, но еду сегодня мы с вами купим. Со мной пойдут девочки еду покупать. Должно быть интересно. Влог должен получиться насыщенный тоже. Чемодан мы собираем с вами вечером. Да, такие вот дела. Сегодня 15 июля, завтра 16. Значит, я еду в лагерь, я этого ждала целый год. Я очень-очень рада. В том году я, конечно, уезжала 14 июля, но ничего страшного. Блин, я так рада, что я еду в лагерь. Уже совсем скоро мы с девочками пойдем покупать еду. Да, должно быть интересно. Я там в магазинах вам что-нибудь поснимаю. У меня сейчас в комнате, если честно, такой беспорядок, потому что я готовлюсь к лагерю, но еще ничего не собрала. Трэш. Короче, на Валверсе мне пришло вот это вот все. Я все распаковывала. Я снимала на видео девочкам, но там я не очень выгляжу, потому что я, кстати, болею. Да. Поэтому сейчас так покажу. Заказала я вот такой вот бальзам для волос, такой вот гель, а материарку вот это я покупала в магазинах. Точнее, мама ее купила. Дальше сухо-шампунь. Вот такой вот шампунь обычный. И зубную пасту. На. Вот салфетки в поезд. Сейчас я вам кое-что расскажу. Блин, что такое? Думаю, утро сегодня началось бедное. Утро началось сегодня вот так, вот дизлайк этому утру, потому что, во-первых, меня разбудили сообщение на моем телефоне от беседы. Я не выключила уведомления. Да. Еще. Когда я проснулась на моем телефоне, было слишком мало процентов. Я хотела его поставить на зарядку. Вставлю. Думаю, почему у меня не ставится телефон на зарядку? Вот. Вставлю его на другую зарядку. Тоже ничего не... Типа, он не заряжается. Иду к другой розетке. Втыкаю. А потом понимаю то, что, типа, свет выключили и никак в телефоне зарядить. Вспоминаю то, что у меня есть пауэрбалка. Он должен быть вроде заряжен. Ставлю его на пауэрбанок. Там было 25%. И через минут 5 он у меня тоже вырубается. На iPad у меня только Wi-Fi. А Wi-Fi же тоже, типа, не работает, когда света нет. Поэтому я решила, что мне надо спать до 12. Потому что свет должны были включить в 12. Я как раз поспала до 12. Уже свет появился, электричество появилось, все такое. Да. Вот такое вот у меня утро было. Я не знала просто, что мне делать, поэтому легла обратно спать. Еще я такой везучий человек. Несколько дней назад я заболела. У меня была температура, кашель. Несколько у меня сейчас все это есть, кроме температуры, слава богу. 13 числа я ходила на медосмотр. Я ничего не говорила, что у меня ничего не болит. Но они не заметили, что я болею. Сейчас я пью какие-то таблетки. Да. Чтобы кашель прошел. У меня он потихоньку проходит. Ага. Думаю, я к завтрашнему дню более нормально себя буду чувствовать, потому что кашляю я сейчас не так часто. Но насморок у меня еще сильнее почему-то появился. Блин, ребята, такая плохая. Я вам обещала летний холл, но его не будет. Блин, обратите меня, пожалуйста. Тогда вещи. Я хочу вам сегодня показать, когда я буду собирать Чехмадан. Надеюсь, я не забуду про это и все-таки покажу. Так вот я пойду. Да, еще мне такой шоплю. Эй, он не достается. Так, выходим. Меня Алиса должна ждать. Ого, на улице не такая же она. Я жду Алису, она уже опаздывает. Что это такое? Там какой-то бомж лежит. Где-то кто-то? Вообще не знаю кто. Всем приветик. Мы встретились с Алисой. Мы ждем опять Ирку. Да, она парикмахерская подстригается. Вот тут-вот тут. Вообще с Алисой мы, оказывается, стояли просто так, как лохушки, потому что Ира уже оттуда ушла. Вообще, папа, надо же на вокзале быть в 9, да? Нет, в 9. Так написано в памятке. В памятке так написано, то, что в 9. Выкладывали требу. Да, написали. Так что, а мы сколько поедем? Надо в 9 там быть. Много перепутали. Ну, мой папа перепутал. Так мы и приехали. Дико времени. А, мне нужно к бабушке зайти. А, короче, Ирка нам сказала, то, что она подстригается. Вот. А сама уже ушла куда-то к бане, к магниту. Здравствуйте. Привет. Привет. Мы пришли в один крутой магазин. Экспрайс. Экспрайс. Тебе любимое. Любить. Мы Алисе предлагаем такой стакан. Типа та самая модная будет. Но она что-то не хочет. Треста, что такое стаканик? Я хотела предложить Кате на дырюнку взять. С России. Спасибо. Опа, опа, опа. Итак. Блин, я бы хотела купить эти три кучи. Жележки, жележки. Это не те. Ну да, но они не те. Ого. А может, они тоже вкусные как-то? Ну, можно. Мы идем в такой вот гипер семейный магазин. Ты ничего не понимаешь. Это потому, что это магазин. Тут реально что-то как-то... Кому-то кидал. Мы идем. Купец свой. Да, оставляй. Я сделаю как-то. Итак, всем пока. Я займиться на мылу. Берем большой арбуз. Без коспочек. Да. Итак. Клубы, ложка мы пишите. Так, мы берем такие шпигаул. Ну, куни. Сколько они вот так? Четыре. Купцуются. Купцуют. Надо тут взять. Или так. Нет, это тоже. Да. Будете брать лук? Я буду. Я тоже. Вот такие можно взять вместо вот этих вот. Мы пришли к детскому питанию и киву. Надо память взять. Какое такое? Понадает поиск. Квас. А у меня дома большие есть. Вот такие вот. Ой-ой-ой. Ага. Ой-ой-ой. Да, я бы пилет не пилет. Да, по скидке тоже будет. Опа. Да, не. Да, не мое. А у тебя же есть. Ну, я хочу еще. Ну, ладно, однако купил. Всем. Что еще можно купить? Я не знаю. Я не знаю. Короче... Где мой батон провансальный? Нам нельзя доширакнуть, типа, лапшу. Нам только пирожки можно пласть. Раньше все было можно. Сейчас запретили. Капец. Капец. Нам не разрешили брать вожатая. Нам не разрешила брать доширак. Да, там все не разрешили. Что это за... Карта, потому что азартная игра. Ой, азартная игра. Да. 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 Угу. Мы закупились в Магните. Ого. Я вообще на 800 чем-то рублей. Алина на 500. 500 чем-то. Ирина... Я на 600. Да. Мы еще идем в Бристайл за шоколадками. Я еще хочу это... Мармеладки купить. Вот. Ой. Блин. Алина там по-любому два пакета накупит. Мне главное, чтобы в пакет все влезло. Рюкзак. Нет. Я буду шопер брать и рюкзак. Чтобы еда туда влезла. А мы, короче, физичку встретили. Учитель физики. Да. Да. Я только с тебя не оставляла. Она нам пожелала хорошей дороги в лагерь. И хорошо отдохнуть. Да. Не знаю. Вспомнишь. Ладно. Вот. Ну ладно. Мы про такое не говорим. Но. Короче. В общем. Итак. Я уже пришла с магазина. Вот мой пакетик. Я еще себе домой купила чипсы. Это с сериальчиком смотреть. Я смотрю турецкий сериал. Да. Постучись в мою дверь. Добавый. Я уже на втором сезоне. Сейчас я вам покажу еду, которую я купила. Итак. Вот еда, которую я купила. Это в поезд. Я очень расстроена, что нам нельзя лапчу. Да. Только пюре можно. Из печи я купила один персиковый и два таких сока. Но там нам будут воду выдавать, поэтому воду я не стала брать. Ага. Всякие шоколадки. Вот тут шоколад. Потом эндемс, жувачки. Что это? Мармеладки. Такие печеньки. Такие печеньки. Харики, чипсы, филосаны и все. А еще у меня было куплено вот такие вот пюрешки. Да. Они большие. Вот обычные. Маленькие. Вот большие. Да. Кстати, я хочу, наверное, может, я эту сейчас съем. Я не знаю. Ну, вот вся моя еда. Итак, я уже смотрю. Советую посмотреть турецкий сериал. Да. Хоть с чипсиками. Только вода. Надо было Липтон покупать еще один. Короче, кто такое сейчас в серии происходит? Я просто в шоке. Это лучшая серия во втором сезоне, наверное. Я не буду спойлерить. Вдруг кто не смотрел. Может, будет. Это вообще трэш. Лучшая серия, наверное. О, блин. Из-за этого сериала я плакала больше всего. Я очень рада, что все произошло именно в этой серии. Я думала, эту серию растянут. То есть, этот мент, который произошел в этой серии, я думала, растянут на две серии. Но это все произошло в одной серии. Блин, если честно, я так рада, что сейчас произошло. Да. Итак, сейчас мы с вами будем собирать мне косметичку. Одну с косметикой, другую с мыльно-рыльными вещами. Блин, я, конечно, сейчас соберу косметику. Но мне завтра придется краситься все равно. Поэтому я ее разберу. Потому что мне завтра надо идти будет на свадьбу к моей тете. Да. И я включила лампу, чтобы было меня лучше видно. Да. С собой лагерь я буду брать. Две такие косметички. Здесь будет косметика лежать. Тут другое. У меня лампа выключилась. Что делать? Она не включается. Ты серьезно? Короче, лампа у меня не светит почему-то. Да, не знаю почему. Зацените. Мой кабель новый для телефона. Потому что мой опять сломался. Мне надо было лучше купить оригинальный провод. А что я тут каждый месяц почти покупаю неоригинальный. И мне приходится заново покупать. Ладно. Я уже отошла от темы. Собираем все-таки косметичку. Сюда я буду ложить. Ватные диски. Да, я купила. И вот такие ватные палочки. Кладем. В том году я снимала видео, как я собираю чемодан. И мне в комментариях много людей писали. Катя, не положила или ложу, а кладу. Надеюсь, я себя исправлю. И буду говорить кладу. Следующее мы будем класть. Это вот такую мицеллярную воду. Я думаю, вот этот, дейзик, я положу в карман, в чемодане. Но я не знаю. Еще мне надо мыло положить, чтобы стирать вещи в лагере. У меня где-то тут должна быть... Да, она тут. Такая вот мыльница. Ой-ой-ой. Рыж какой-то. Все падает. Ладно, кладем. И косметичку. Я еще не знаю, что сюда положить. Наверное, шампунь и гель для душа. Я положу... Или покладу. Что я сделала? Я не знаю. Вот это вот я положу в карман, в чемодане. Бальзам, шампунь и гель для душа. Я сюда еще положила дезобрант. Больше в нее ничего не влезает. Поэтому она уже вот такая вся набитая. Следующая мы собираем косметику декоративную. Эту косметичку мои подписчики знают, кто меня давно смотрит. И я ее везде беру. Да. Я уже хочу новую какую-нибудь купить. Так. Я хочу взять какую-нибудь тканевую маску. У меня вот есть какие-то. Я, скорее всего, возьму вот эту. Потому что она прикольная. Не просто белая. Это, конечно, не декоративная, но она пусть будет. И еще я планирую взять вот такие вот патчи. Они у меня давно лежат, с нового года. Еще я ими не пользуюсь. У меня потому что вот такие вот есть. Наверное. Мне надо взять матирующие салфетки. Вот. Кладем. Еще. О, смотри, что я вспомнила. У меня есть такие резиночки прозрачные. Они мне пригодятся в лагере в том году пригодились. Надо взять, наверное, крем какой-нибудь. Беру этот. Можно взять антисептик. Я вот так вот камеру пущу. Так будет, наверное, интересней. Последить, что я буду брать. Можно начинать уже с косметики, наверное. Хотя я, может, крем какой-нибудь возьму. Вот этот. Он маленький и вместится. Начинаем. Я специально в лагере покупала вот такой вот консилер. Потому что этот уже у меня почти кончился, которым я пользуюсь. Это от Вивен Сабо. Тон, я не знаю, брать или не брать. Может, такой вот биби-крем возьму легкий. Он какой-то грязный, но я его возьму. В лагере, мне кажется, я не буду так часто краситься. Прямо намалевываться. Я еще в лагере покупала тушь новую. У меня просто вот эта почти закончилась. Или какая? Тату я сегодня открыла. Да. Тату новую сегодня я открыла. Вот. Подводку. Такая вот от Эйвелин возьму. Что еще? Ага. Палеточки. Кстати, я хочу взять палетку теней. В том году я брала эту. Тут у меня зеркало, которым я красилась. Я ее, наверное, и возьму. Потому что яркими тенями я, скорее всего, не буду краситься. Поэтому беру эту. Дальше беру такую вот палетку от Стеллари. Тут есть хайлайтер, румяна и контуринг. Каждый день я пользуюсь, если крашусь. Беру вот эту пудру. Можно эти румяна еще взять? Я не знаю. Завтра подумаю еще. Беру такую точилку. Завтра я все выкину. То, что я буду точить карандаш, наверное. Сам карандаш для бровей. И вот этот. Тут просто щеточка. Гель для бровей. Тут еще у меня много... Блин, как показать? Много карандашей для губ. Я завтра выберу, какие я возьму. Тут у меня вот эти с фабберса, которые в ТикТоке популярны были. И они у меня тоже есть. Ну, вот этот, что пудовую я возьму. Карандаш, наверное. Нют какой-нибудь. Вот такое что-нибудь. Из блесков, может, что-нибудь. Так. Вот такой вот бальзам для губ. Кстати, в поиске я, возможно, вот эту метеорную воду возьму, чтобы смыть мой макияж, который я накрашусь в поиске. Вот этот тинт я хочу взять в лагерь. Он вообще прикольный. Мне нравится. Где лазайк? Блин, мне звонит кто-то. Номер неизвестный. Я не буду брать. Ладно. Я хочу взять вот эту цепочку с собой. Вот это типа сердечко. Обычную цепочку я не буду брать. Блеск, я думаю, над вот этим, который новый у меня, либо вот этот. Скорее всего, блядь. И вроде бы все, что... А, духи, духи. Кстати, я буду вот эти духи брать. Мне их надо тоже куда-то запихнуть. Надеюсь, все. Кто там? Да, беседы всякие в Телеграме просто создавали. Теперь все смотрю. Все друзьяшки. На. Не беседы, а каналы вот эти. Я еще думаю, какой спонжик брать. У меня есть новый. Вот. Либо же старый. Его просто помыть. Мне кажется, я его просто помою, и будет все окиснее. Почему я так покраснела? Тут что ли жарко так стало? Да, тут душно как-то в комнате у меня стало. Мне не забыть, главное, вот эту штуку. Это водонепроницаемый чехол, чтобы я его могла снимать, что это в аквапарке. Ну, в бассейне я не знаю, буду лежать, что это снимать. Да. Я поеду в аквапарк, тикитак. Там я вам тоже все поснимаю. Вот это видео мне надо успеть завтра смонтировать. Либо же я сегодня помонтирую, но, может, я устану сегодня, как его за чемодан собирать. Чего я устану-то? Может, мне просто лень будет сегодня монтировать, но завтра мне обязательно надо смонтировать, загрузить в творческую студию, и уже, может, когда я буду в лагере, это видео выйдет. У нас, короче, дождик пошел. Да. Итак, сейчас я буду... Я маю, что по голове. Итак, сейчас я буду вам показывать вещи. Ё-моё, что у меня на голове? Это что такое? Итак, сейчас все-таки я вам покажу вещи, которые я купила в лагере на лето. Извините, пожалуйста, меня, потому что холла не будет. Я вам сейчас просто все быстренько покажу. Примерять вещи я не буду, так как времени нет. Вы сможете это просто увидеть у меня во влогах, пока я в них смотрюсь, и все. В том году я тоже на этом месте снимала холл. Ходить не меняются. Ладно. Я купила вот такие вот сланцы, чтобы в них ходить на пляж. Да. Ну и вообще по лагеру и в поезде. Вообще много людей в них можно ходить. Их я возьму в поезд, так что мне их надо в шоппер будет сложить. Еще из обуви я купила кеды. Они сейчас без шнурков, потому что я их стирала. Ну, не я их стирала. Машинка стирала. Вот такие вот. Вот вещи. Ну, мне кажется, тут не все. У меня еще что-то по шкафам разложено. Да. Сейчас начнем показывать. Скорее всего, слышно дождь. Я думаю, ничего страшного. Да. Первое. Это идет такой вот белый лонгслив. Я в нем уже фоткалась. Тоже ходила гулять. Он вообще такой прикольный. Ну, на вечер его можно будет надеть в лагере. Если будет прохладно, тоже его можно носить. Дальше идет вот такой вот топ. Он ярко-розовый. Я, кстати, его показывала уже в блоге с Питера, как я его покупала. Кто не смотрел блоги с Питера, обязательно переходите на мой канал и смотрите. Вот это с того года. Это такой комбинезон. Но я его тоже возьму. Да. Дальше идет вот такой вот топ. Он белого цвета. Коротенький. И тут вот такие вот связочки. Я в нем уже фоткалась. Фоточки есть в нем в Инстаграме. Переходите в мой Инстаграм. Да. Кстати, у меня еще есть Телеграм. Тоже все ссылочки в описании. Также я покупала брендану. Такую белую, она сама обычная. На Валдресе. Что это такое? А, это футболка. Ну ладно, все равно покажу. Вот. Сейчас я вам буду еще из шкафа достать, что я буду брать. Так, это вот такие вот велосипедки. Я их тоже покупала. я в них поеду, поэтому я их не буду убирать в чемодан. Капец. Ладно. Такую вот футболку я в ней сегодня ходила в магазин. Это магазин твое. Да. Черная футболка. Ее можно перевернуть, она полностью черная будет. Просто в том году мы слишком часто выступали в черных вещах, поэтому я в этом году купила черную футболку. Надеюсь, вам интересно смотреть, что я сейчас показываю. Так, дальше идет вот такая вот белая футболка. Я в ней поеду в поезд. Ну, на вагдал в ней поеду. Вот. Я ее покупала не к лету, но вообще я буду ее носить летом и вообще везде. У нас вот такие футболки с Алисой одинаковые. Еще вот такие вот шорты я покупала. Я не знаю, фоткалась я в них или нет. Нет, пишет. Нет, не пишет. Ну, ладно. Тут какое-то белое пятно на попе. Это из-за стирки. Вроде бы все. А, нет, у меня еще пижама новая. Это какая-то футболка обычная черная? Я думаю, может, я другую футболку надену в поезд. И вот такие штанишки. Сейчас я вам покажу мой купальник, который я заказывала садрис. носки, пижамы. Кстати, я еще буду брать вот такого черного локса. Так. Да. И вот такая пивка. Так, когда я собирала чемодан, я ничего не снимала. что я собрала вот тут я из косметики все уложила обратно, потому что мне завтра надо краситься. Да. Вот так вот. Итак, мне завтра надо не забыть о зарядке. Вот эту зарядку я беру для одного крутого телефона, на который я сейчас снимаю. Как вам такой телефон? Без кнопки. Я на него снимаю, потому что на заднем на моем телефоне вот это там вот телефончики. У меня трясется задняя камера, поэтому я на него опа, кто-то написал. Ладно. Зарядку другую, зарядку для пауэрбанка. Пауэрбанкса. Короче, здесь я ничего не забуду и все будет окей. Ладно, мне надо уже заканчивать этот флог и начинать его монтировать. Буду монтировать вот тут. Мы с девочками тут переписываемся в телеграме, кто что берет, какие вещи. Да. Мы с Алиной, Ирой, Алисой все едем в этом отряде. Вообще отряд у нас должен быть крутой, потому что в том году у меня были ребята такие же, какие будут в этом году. Почти все. Да. Так что крутая спина должна быть. Вы это уже видео смотрите, когда я в лагере отдыхаю. Так что ждите влоги с лагеря. Они будут выходить постепенно. Ладно, кому понравилось это видео, ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь на мои социальные сети, ссылочки на которые вы можете найти у меня в описании. И с вами я буду прощаться. Всем пока-пока. субтитры субтитры субтитры